Доброго времени суток. Давно я не снимал репортажей, но зато новиночек много. Реально, причем есть интересные экземпляры, но естественно я не смогу рассказать все в одном репортаже. Просто покажу. Тут на столе даже не все помещается, тут и тарелка интересная. Расскажу я сегодня про одном из видов, а так вот, честно говоря, сейчас просто буду убирать, чтобы на столе все тут не лежало. Очень интересная тарелка 1911 года, коронации, как вы видите, английской королевы. Все тут клейма тоже соответствует, обязательно расскажу. Очень интересный экземплярчик у нас. Вот, очень тоже интересный. Вот, как говорится, пока не снимал, набралось, но вот расскажу. Поэтому, видите, придется тут рассказывать теперь почаще, да. Все, как говорится, за это, наверное, коронавирус, ну и так далее. Тут дела, суета. Вот, очень интересный прям королевский половник, серебро с позолотой, как вы видите, норвежский. Тоже очень интересный, тоже нужен отдельный рассказ. Вот. Подносик вот такой неплохой, ну как бы ничего такого уж прям крутого, но все равно интересный. Такой тоже достаточно, так сказать, для меня интересный. Вот. Появилась тут и ваза, как вы видите. Ну, рамка, я не знаю, видели вы или нет, просто про нее не было рассказов. Такая рамочка под фотографией. Тоже интересно, если что спрашиваете. Я все хочу приобрести большую рамку или зеркало там, но они недешево стоят, на все денег не хватит. Хотим, но пока не можем. Вот, я хотя могу сам делаю лично комнатные там рамки, зеркала. Но мне хочется из бронзы и старинные. Но такое, честно говоря, прилично стоит. Сейчас я вот эти вазы в сторонку. Вот. Появились, как вы видите, у меня тут мальчики, девочки. Вот такие вот. Все коллекция испанская. Видите, тут три девушки интересных. Вот. В одном стиле потом три вот таких фигурки. Но они все шесть фигурок, очень похожи по стилю. Про них тоже надо рассказывать. Это в Испании, сделано в стиле лядры. То есть это Валенсия, как вы знаете, известная очень брендовая фирма. Вот лядры, да? Но лядры дороже, а это подешевле. Вот. Про них тоже будем рассказывать отдельно, потому что тут вон интересные есть у нас модели. Ну и они, когда вот ставятся вместе, тоже представляют, я считаю, интерес. Что тут у меня? Тут ваза будет у нас обзор. Вот я ее взял в тему. Почему? Потому что, видите, у меня как бы есть уже там немецкая ваза, там английская ваза. Это ваза, посмотрите, Австрия, видите, Виена, да? Вот. Прямо вот в руках ощущаются вот эти вот, вот эти вот точечки, крапинки. Но при чем тут прекрасные сцены? Все в круг, все интересно. Посмотрите. Обнимаются, ухаживают. Вот там сказки рассказывают, песни поют. Вот на гитарах, там на мандолинах, но это я немножко шучу, я люблю пошутить. То есть и отделка поверх вот такая вот золотая идет. То есть цвет прекрасный. Сделано все со вкусом. Легкий такой прям навес прекрасный, да? Тут молочник или подвазу можно сделать. Можно цветы поливать. Ну, прям реально, да? Для господ, да? Потому что я считаю, он более такой изыскренной уже формы. Но давайте будем. Вот, ну вот схожа тем такая, что же. Но там просто боги, конечно, вот у меня больше, да? Что-то такие эпические, из легенд, из мифов. Здесь уже посредневная жизнь, наверное, 18-17 век. Вот. Ну, изображение я имею в виду. Вот. Но про это все-таки будем рассказывать отдельно. Сегодня, ну, это лиможеская лодочка. Прикольная лиможеская тоже, фарфоровая. Видите, там ручная роспись. Это интересно. Что касается, про что я сегодня расскажу. Вот такие две очень для меня, опять же, для меня, опять же, интересные вазы. Чем они для меня ценные? Ну, они сами по себе красивые. Сами по себе у них есть определенный стиль. Как амфоры, да? Там древние, наверное, греческие. Ну, так, схожесть есть. Вот. Причем их можно использовать и под цветы. Ну, может, даже под вино. Ну, так, если при желании, да? Ну, это, прежде всего, 19-й век. И это Royal Bond. Фирма, которая уже, насколько я сейчас, если не путаю, в 1931 году уже вообще... Она там была перекуплена другой, более известной фирмой. Но потом она уже вообще прекратила свое существование. То есть, сами эти вазы, они 19-го века. Там вот есть клема, сейчас покажем. Вот такая вот клема, там номера, цифры. Вот и в кисти там выдавлено. Здесь вот Бонн, Германия, все. Вот это вот вы можете наблюдать. Вот. Ну, я думаю, это не столь уж важно. Я имею в виду, там какие-то детали. Вот тут вот номера. Ну, давайте я вам и вторую уж покажу. Аккуратно. А то у меня столько денег нету, чтобы их там лечить. Или вот здесь еще. Видите, так вот все тут, наверное, можно. Это видно, когда там выпускалась. Серия, номера. Ну, вот посмотрите, обратите, самому роспись. Тут вот прям золото, видите, как, да? Намазывали, рисовали, да? Изображали работу. То есть, вот прям вот видно здорово. Вот я-то вот патинированием занимаюсь. Здесь металлоизделий кованых, сватных. Я тоже патинированием не знакомый. Я прям, знаете, вот особенно вот здесь, да? И мне прям как будто это я сам там. То есть, у меня схожести есть. Ну, так интересно. Вот такие вот тона. Вот так сделаем, смотрите. Какая-то поволока, дымка. Но это я тоже немножко шучу. Ну, так вообще очень интересно. То есть, цветы цветами здесь изображены. Сама и интересная, как я говорю. В чем тут ценность, еще раз. То есть, прежде всего, они парные. Это всегда здорово. Что в татуэтке, что, допустим, вазы там. Ну, любые там. То есть, это как бы их можно поставить. Хотя она, я считаю, можно одна будет стоять без проблем. Но две поставить, мне кажется, там рядом. Может быть, что-то тут какое-то еще огромное. На их поставить вот так. То есть, это уже прям сразу. Плюс. Дальше. Ну, я говорю, и стиль, и ручная роспись, и сам рисунок. И вот это вот золото. И вообще все здорово. Просто. То есть, я когда увидел, скажем. Мне уже там предложили. Мне там есть уже люди знакомые. Знают, что я покупаю, что я хочу. Вот. Поэтому мне, когда предложили. Естественно, как обычно, мы захотели чуть подешевле. Попросили скидку. Нам, по-моему, ее дали. Да. Вот. Ну, и я, естественно, их купил. Потому что такие вазы, конечно, от Royal Bonn продаются. Да, бывает. Но, как вам сказать. Вот то, что цена-качество. Само все исполнение. Я, как бы, купил сразу без. То есть, прям вот думал, что надо брать, а то потом будут жалеть. Так она и случилась. Я взял, а если бы я их не взял, я бы жалел. Бывает такое, когда что-то не возьмешь, потом можно жалеть. Так в этот раз ничего у меня не соскочило. Все получилось. Это нас радует. Потому что такие вазы. Я давно уже тоже как бы хотел эту фирму. Потому что есть там и другие тоже немецкие известные фирмы. Ну, а так вот, если про клеймо там еще. Вот в клейме FAM ставилась эта инициала. Франц Антон Мехлем. Клеймо ставил с 1875 года по 1890 год. Вообще, эта фирма потом уже в 1920 году была перекуплена. Тоже известна Виллерой и Бох. Она и до сих пор существует. Но они, конечно же, на более других специализирующих вещах. Там из фарфора, из керамики. У них, кстати, тоже интересные есть вазы. Того временного периода. Ну, вот смотрите, какая контовка. То есть они тоже ценятся. Вот, я имею в виду антикварные. Ну, вот в 20-м году, 20-го века Виллерой Бох их приобрел. Но потом решил закрыть. В 1931 году. Вот такая вот история. Ну, вот так, я думаю, сама модель интересная, как я уже сказал. Мне, что эти вазы пойдут в коллекцию. То есть для меня это достойный экземплярчик. Надеемся, что будем пополнять свою коллекцию и ассортимент в различном ценовом широком диапазоне. Про эту авиавазу потом уже в следующих репортаж расскажу. Так же, как и о других вещицах. Всем большое спасибо за просмотр. Большое спасибо за лайки. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. До новых встреч. Не болейте. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»